На видео должно помочь, так как я покажу смысл весь, в чем заключается добавление площадок. Надеюсь, вам все окажется понятно. Итак, друзья, если у вас есть вот эти ресурсы, через которые вы продвигаете, либо же другие, то вам просто нужно зайти в свой кабинет, как видите. Дальше заходите в «Мои площадки», нажимаете на «Мои площадки». Сейчас у меня просто обновится страница. И дальше, как видите, у меня здесь добавлены площадки. Но вы должны понимать, что у вас может быть одна площадка, точнее, допустим, канал на YouTube. Здесь, как видите, у меня подтверждено с Алиэкспрессом, Banggood, Gearbest, Ozone, Gearbest. То есть, площадка одна и та же, но вы ее должны подтвердить, как на Алиэкспресс, Banggood. И Gearbest. То же самое у меня, видите, сайт мой, здесь на Али подтверждено, здесь на Gearbest. Как это делается? Нажимаете кнопку «Добавление площадки», здесь у вас появляется вот такая вот страничка. Так, здесь ничего не будет. И, как видите, здесь появляется вот такое вот указание. Укажите ссылку на ваш источник трафика, откуда вы планируете направлять пользователей на странице интернет-магазин. В принципе, вот как в нашем случае, мы должны указать ссылку. Вот, допустим, я буду продвигать на своем сайте. Копирую ссылку на сайт, вставляю сюда. Дальше мы должны выбрать оффер. Автоматом здесь стоит у нас Алиэкспресс. Вот, если вы, допустим, зайдете в первый раз, то здесь будет стоять Алиэкспресс. Здесь нам нужно указать именно Асос, в нашем случае, оффер Асос в разделе. И здесь уже я буду выбирать, допустим, как в нашем случае, собственный сайт, тема интернет-шоппинга, собственный сайт, другая направленность. Ну, не знаю, как в моем случае, может быть, подойдет и интернет-шоппинг. Ну, скорее всего, так оно и будет. Нажимаем кнопку «Добавление площадки». Здесь у нас выскакивает подтверждение. Вы уверены, что хотите направлять трафик на оффер Асос? Для этого ваша площадка должна соответствовать требованиям партнерской программы Асос ЕПН. Просим вас внимательно ознакомиться с ними. То есть, здесь есть ссылочка. Обязательно перейдите туда, почитайте, в чем являются их претензии к некоторым площадкам. То есть, некоторые вещи запрещены. Ну, и поэтому вы обязательно должны вначале прочитать данные указания по добавлению. Потому что, может быть, она к вам не подойдет. Здесь будут партнерские правила программы. И здесь смотрите, что требования к источникам трафика. То есть, разрешено. Тематические сайты, как в моем случае. Публичные страницы группы сообщества в социальных сетях. То есть, вот моя группа, она будет разрешена. Дальше. Здесь же будет мой сайт тоже добавлен. Ну, я так уверен, что в моем случае им подойдет мой сайт. Дальше. Точнее, канал на YouTube тоже, скорее всего, подойдет. То есть, они одобрят. И запрещено. Смотрите, ППВ. Цеск. Так, клики вот эти. Ну, совсем вообще такая гиблая система. То есть, нужно очень много трафика. И что, конечно же, портит репутацию Асоса. И направляет совсем какой-то ненужный трафик. Мотивированный трафик. Бонус кэшу здесь. Контекстная реклама на бренды. Адулт трафик. Я, в принципе, это не знаю, что такое. Дорвей трафик. Это, конечно, тоже такая система. Очень не очень хорошая. Тулборы и плагины. Таргетированное объявление в социальных сетях. Баннерная реклама. Тизерная реклама. То есть, вот это все запрещено. Так. Ну, и здесь, в принципе, тоже можете почитать, в чем заключается смысл. Дальше. Здесь. Если вы не планируете направлять трафик. Это тоже очень важно. На АСС. Но хотите совершать покупки на АСС с кэшбэком, воспользуйтесь кабинетом EPM кэшбэком. То есть, тоже, в принципе, такая правильная вещь с одной стороны. Но, может быть, и нет. Вот. Все. Здесь вам нужно будет нажать. Я хочу направлять трафик. Нажимаете кнопку. Хочу направлять трафик. Здесь добавляется площадка. У нас площадка успешно добавлена. Очередная модерация. Возвращаемся в мои площадки. Здесь находим, как видите, вот мой сайт АСС на рассмотрении. Обычно, то есть, Алиэкспресс достаточно быстро в течение дня рассматривает. Может быть, даже в пару часов рассмотрит ваше рассмотрение. А вот, дальше, Гербест в течение суток. Ну, в принципе, все остальные тоже в течение суток. Насчет АСС не знаю, так как еще не добавлял. Дальше, переходим быстренько на мой канал на YouTube. Копирую ссылку на канал на YouTube. Добавление площадок. Здесь уже меняю ссылку на свой канал на YouTube. Стоит у нас АСС. Сейчас меняем категорию. Категория. Так, видеообзоры. Видеообзоры у меня по YouTube. Добавить площадку. Обратно у нас то же самое. Площадка успешно добавлена в очередь на модерацию. Дальше. Перехожу на свою группу в ВК. Обратно копирую ссылку. Меняю здесь ссылку. АСС у нас должно стоять. Здесь. Так. Группа. Группа. Сеть Тервиев. Не то. Сообщество. Сообщество соцсети. Добавляем площадку. Хочу направлять трафик. Площадка успешно добавлена. Возвращаемся в мои площадки. И здесь, как видите, на рассмотрении находится. Через определенное время, думаю, что эти площадки мне подтвердят. Надеюсь, что сегодня. Потому что можно было бы, конечно, доснять видео, как они подтвердят или нет. Но я более чем уверен, что подтвердят. Так как мои все ресурсы определенно подходят под эти категории. Эти категории не попадают в неразрешенные, запрещенные вот эти вот все системы. И я более чем уверен, что их, скорее всего, подтвердят. Также, Алина Алина, в вашем случае это обязательно должны быть те площадки, которые разрешены в данной графе. То есть, когда вы будете добавлять, обязательно перейдите сюда, почитайте все условия и вам все станет понятно. Если же вы сами покупаете товары, сокращая ссылки именно через EPN-партнерку и не собираетесь продвигать, не собираетесь направлять трафик, то лучше просто поменяйте, зайдите в EPN-кэшбэк и делайте покупки через сайт EPN-кэшбэка. Вот, надеюсь, ответил на ваши вопросы, надеюсь, что вам все оказалось понятно после этого видео. Ну и, конечно же, что это видео поможет вам в разрешении вашего вопроса. Также, все, кто пользуется EPN-кэшбэком и EPN-партнеркой, вы должны понимать, как правильно здесь зарегистрироваться. Видео я скидывал, как это правильно делать, но все же вам объясню то, что EPN-кэшбэк и EPN-партнерка, они не контачат между собой. И для того, чтобы у вас все получилось правильно, я обычно советую так. Переходите по моей партнерской ссылке на EPN-партнерку, регистрируйтесь в ней в одном браузере и под одним e-mail. Дальше вы заходите в свой кабинет, вы заходите в, где у вас находятся партнерские ссылки, копируете свою партнерскую ссылку на EPN-кэшбэк, заходите в совершенно другой браузер, то есть я пользуюсь Хромом и Мозилой. Основная работа у меня идет в Мозиле, дальше в Хроме. Заходите в Хром, допустим, как у меня, я сейчас нахожусь в EPN-партнерке в Мозиле. Скопировал свою ссылку, захожу в Хром, там вставляю свою уже партнерскую ссылку на EPN-кэшбэк, регистрируюсь, грубо говоря, сам под собой и вставляю туда уже, регистрируюсь на совершенно другой почтовый ящик, то есть на e-mail, у вас должно быть два разных e-mail, и тогда у вас все будет нормально, то есть покупки будете через EPN-кэшбэк совершать, допустим, через Хром, а в Мозиле у вас будет находиться партнерка от EPN, и тогда у вас все будет хорошо, никаких вопросов не будет и проблем, вам не нужно будет там по сотню раз заходить, пытаться зайти в EPN-кэшбэк, а у вас перекидывают на EPN-партнерку, либо же наоборот, и очень много таких ситуаций сейчас возникает у людей, и все сделайте правильно, и тогда у вас будет все хорошо. Ссылочки, как всегда, находятся внизу в описании, переходите, регистрируйтесь, если вы еще не зарегистрированы в EPN-партнерке, также EPN-кэшбэк, ну и, конечно же, пользуйтесь, ну и подметите для себя одну такую вещь, то, что лучше пользоваться одной системой, чтобы у вас не изникало вопросов, ну и если вы хотите заморочиться, то, конечно, вам обязательно нужно зарегистрироваться в EPN-партнерке EPN-кэшбэк для того, чтобы делать, скажем так, двойной кэшбэк. Спасибо тогда на этом, надеюсь, что данное видео вам помогло, ну и, конечно же, всем удачи!